Всем привет, дорогие друзья, с вами Феостон, сегодня 22 число, а значит у нас должна была открыться наша короткая история Элитные ангелы-айдолы эпизод Бьянка. О, я люблю всё, что связано с Бьянкой, так что давайте отправимся. А ещё я люблю то, что, знаете, их короткие истории, как правило, не всегда короткие. Там полчаса, как минимум, игры с прочтением всех диалогов Суккупьюза и её партнёр. Спасибо, что пошёл со мной, партнёр! Что может быть лучшее прохождение подземелья с утра, верно? Ю-Юза? Суккуп Бьянка, самопровозглашённая что? Моя вечная соперница. Как мог твой партнёр вот чётим, смотри на его глупое лицо. Я должна защитить её. Мою Юза. Я чувствую, у нас уже, это, пополнение для нашего Дискорда будет для трудностей перевода раздела. Партнёр, мы окружены! Юза в опасности! Мне кажется, её просто сейчас на чистую воду выводили. Эта дамочка подозрительная. Она, наверное, злодейка. Победим её! Ах ты мелкий! У меня нет на это времени! Юза! Кто-нибудь! Кто угодно! Кто-нибудь, помогите! Голос в опасности? Не беспокойся, пока есть музыка. Наша песня будет давать безграничные возможности. Идолы! Ну, вперёд! Это подозрительная дамочка. Ой, мне чё, сейчас играть надо будет? Я не могу проиграть Юзы. Ну, давай. Здесь, знаете, скорее всего, здесь, ну, как бы... Я помню, какая-то миссия у нас была похожа. И там, на самом деле, можно было вот так спамить. Потому что там за неправильные нажатия не отнимали очков. Как бы... И поэтому можно было просто спамить и всегда попадать во всё. Я, пожалуй, так и сделаю. Это самый лёгкий способ. Даже если у вас там чё-то лагает. Невероятно! Кто-то настолько сильный и... Это ловушка. Да что ж ты будешь делать? Спамим, 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 спамим. Если весь уровень будет состоять из вот этого спама к рулюшочков, я буду разочарован, ребята. Ладно, давайте попробуем. Попробуем нормальный сыграть. Чисто иначе слишком скучно. Подожди! Я помогу! Сейчас она только придёт, а они уже всех убили. Блин. А, кстати, когда спамишь комбо... А, нет, комбо набивается. Я хотел сказать, не набивается. Нет, оно действительно набивается. Ну ладно. Я думал, может быть, хотя бы за неправильный клик у тебя будут сбрасывать комбо, но нет. И как видите, я до конца не выдержал играть по-честному и просто начал опять спамить. Бьянка? Ты же Бьянка, да? Эм, ну, дело в том, ты по-настоящему замечательный человек. Ты прошла вглубь подземелья, чтобы спасти нас. Такого друга, как ты, не найти на всём белом свете. Спасибо. Безымянная песня звучит вдали. Миссия выполнена! Поздравляем! Вы прошли нормальный режим. Ух, ребята, мы сейчас будем играть за Сесил. Ну, кстати, многие ждали, что она вообще со временем появится как обычный герой, потому что что-то подобное у нас было в Дэнджон Линке. Играть в нормальном режиме, играть в сложном режиме? Конечно, Хард, давай. Погоди, это что, просто повторять вот эту всю ерунду опять? Кидаю в неё камнями. Да, ребят, похоже, это просто повторение. Ну, не знаю, ребят, да, это действительно повтор всего вот этого. Благодаря силе спама я сделал комбо 246. Ну, это, короче, если вам вдруг очень понравилось, вы можете переиграть. Но мне это не особо интересно. Поздравляем, вы прошли сложный режим комбо. А, смотрите, нам открылась комната справа за то, что я прошёл на сложном. Да ещё там комбо я набрал максимальное. Награда за сложный режим. А там что, награда за нормальный режим? Так, ну ладно, мы пойдёмте сначала сходим, соберём награду за сложный режим. И, кажется, знаете, кажется, я буду разочарован. Похоже, это очень короткий уровень. Ну-ка, а чё здесь? Здесь напишут награда за сложный. Да, действительно. Да, ребята, оказалось и вправду, что этот уровень слишком короткий. Прям безумно короткий. Так, где-то здесь должен быть сундучок. Погоди, чё? Ах, мне теперь надо пройти всё это ещё и на нормальном режиме, чтобы забрать обычный сундучок, да? Да, ну давай. Так, ребят, ну вот, на нормальном я тоже прошёл. Там, кстати, комбо поменьше. Если на сложном там 200 с лишним, то здесь 156, по-моему, максимальное комбо. Нормальный режим с комбо пройден. Именно нужно ни одного шарика не пропустить, чтобы открыть финальную награду. Знаете, ну, я не с первого раза прошёл, но потому что у меня там в одном моменте пролагнуло, и хлоп, когда отлагало, я уже типа это, проиграл. Я представляю, насколько сильно матерятся, наверное, те, у кого игра, ну, как бы, на телефоне как-то не очень стабильно идёт, и у них просто из-за этого не получается вот здесь все награды в этом уровне собрать. Ну, я думаю, в таком случае надо просто спамить без установки, надеясь, что даже если у вас там где-то подлагивает, то сигнал с вашей стороны уйдёт вовремя, и вам там всё зачтётся. Не знаю, вот как-то так. Ладно, я на самом деле не ожидал, что эта короткая история действительно окажется такой короткой. Поэтому давайте я, наверное, добью это видео рассказом о том, как у меня сейчас идут дела с башней тьмой, с её прохождением, и, кстати, с башней света. Я её всё-таки прошёл. Но, ребята, ох, это было нелегко. На самом деле я покажу вам сейчас только самый финал, как я добивал этого босса. Это очень долго, это очень сосредоточенно шло. Но в итоге я справился и даже никого не потерял. Всё благодаря чудо-принцессе. Но, ребята, тем не менее. У меня там была пятизвёздная принцесса. У меня там была Юджин с максимальным лимитбрейком. И как бы вот это всё мне помогло. Сейчас в башне тьмы я ни на что не рассчитываю. У меня нету ни одного уникального героя тьмы. Ни Огмы, ни Арабель, ни вот этой вот новой героини тьмы. Никого нету. И поэтому я даже, знаете, даже не думаю, что я куда-то далеко смогу добраться в башне тьмы. Но какие-то начальные этапы, конечно, постараюсь пройти. Потому что награда там... Да даже, знаете, даже не считая остальных наград, всегда приятно получить по 30 тысяч опыта за каждый пройденный уровень башни. Поэтому сколько смогу, постараюсь сейчас пройти. Ну а здесь, кстати, уже, ребята, на грани. Нам сейчас очень опасная ситуация. Но босса мы отлично добиваем. И вот эта уже суккубиха, которая тут стоит в стороне, теперь она ни одного удара нам нанести не сможет. Мы её просто не отпустим. Но это займёт какое-то время. Так, вот, отлично, ребят. Можете меня поздравить. Башня света полностью пройдена. 40-й уровень. Получаем молотушку и печенюшку. В общем, и маленького опыта. Но приятно, приятно осознавать, что этот челлендж был мною пройден от и до. Теперь, что касается башни тьмы. Я настолько решил на неё забить, что я даже не старался. Я даже не качал звёздность героям. И я единственное, что поднял им всем уровень, потому что опыта у меня было прилично. Но вот даже пробуждение, смотрите, здесь у моих героев просто по одному кружку пробуждения у всех. Я решил не тратить на это ресурсы, потому что я как-то сразу такой... Уникальных героев нету. Далеко мы всё равно не дойдём. Я лучшие ресурсы потрачу потом на что-то более нужное для меня. Поэтому единственное, что у нас сейчас прокачано, это Карина за счёт тренировочной комнаты. И то я её только сегодня туда закинул. А начальные уровни я проходил с некачанной Карины. И вот как это было, друзья. Первые трудности начались уже на 10 уровне с боссом. Я причём, когда первый раз проходил, я даже не понял, что там два босса. Потому что у меня змея была всегда за кадром. Но это не в этот раз. Но я её не видел. Но, тем не менее, я видел скиллы, которые она применяет. Вот эти смерчи. И самый кошмар начинался, когда снеговик кидал свою вот эту крутилку. А змея кидала свои смерчи. И ты оказался просто в таком круге хаоса. Типа того. Но, тем не менее, уровень оказался на самом деле не сложным. Тут как бы главное было, это знаете, это сбить им возможность использовать умения. Ну, потому что, чтобы не было вот такой вот ситуации, что тебя змея создаёт это кольцо. Снеговик создаёт эту крутилку. Чтобы этого избежать, мы сразу заряжаем змею. И до того, как она применяет свой скилл, мы успеваем её сбить ещё раз. И скилла змеи нету. И у нас остаётся только крутилка. С этим гораздо проще справиться. Но, на самом деле, я думаю, у большинства, а тем более, если у вас есть уникальные герои тьмы, этот уровень вообще не вызовет сложностей. И даже если вы, там, как бы, не будете сбивать им скиллы, но, тем не менее, справиться с ним не так уж и сложно. И даже если оба босса будут применять свои способности одновременно, от них всё равно можно увернуться, куда-то уйти в сторону. Ну, как бы здесь нету особой сложности в этом уровне. И в последующих 11-14 уровне тоже ничего не было сложным, поэтому я их показывать не буду. Но вот 15 уровень, наверное, стоит отдельного внимания. Он, как бы, не так, чтобы сильно запарный, но он, мне кажется, интересный. И он сделан таким образом, что здесь, видите, здесь есть бомбы, которые ты можешь кидать во врагов. Мне кажется, знаете, если у тебя герой прокаченный, особенно, там, какая-нибудь Арабель на ДПС, допустим, то вам эти бомбы вообще ни к чему. Но если у вас герой не особо сильный, как, допустим, моя Карина, то бомбы вам пригодятся. И тем более здесь некоторые герои есть с защитой от дальнего боя, некоторые герои с защитой от ближнего боя. Поэтому, ну, если вы, допустим, дальник, то вам придётся тратить на некоторых врагов бомбы использовать, чтобы их уничтожить. Ну или, как я, у меня повезло в этом плане, у меня на Карине сейчас посох от Люпины. И этот посох, он кидает волков, а волки бьют в ближней атакой. То есть ты, получается, обычными своими летучими мышами я бью как дальней атакой, но когда я использую способность, я бью ближней атакой. И поэтому сейчас было глупо, что я её применил, потому что она не сработала на этих ребят. Но зато вот тех ребят с щитом от дальних атак я могу своей способностью выбивать. Вот таким вот образом. Идём дальше. Это ещё не конец. Здесь у нас вторая комната. Сразу наверх, потому что здесь заряжается вот эта неприятная статуя. Если ей дать разрядиться, то получим урон. Ну, тем не менее, вроде более-менее справляемся. А вот этому жуку, видите, я ему простыми атаками урон не наношу. Я могу его только бомбами, ну или скиллом. Но скилл давайте я лучше вот сюда направо потрачу, на этих божьих коровок, потому что их тоже фиг достанешь. Их даже обычная атака не достанешь из-за барьера, поэтому их надо скиллом вырубать. Ну или можно было бы бомбами тоже вырубать. Так, ну и всё. У меня остаётся... У меня ещё есть вроде какое-то время. Давайте, подыхайте. Господи, что же вы такие живучие? Так, вот эту божью коровку выносим, чтобы потом не было так, что она у меня живая. Справа осталась. А скилл ещё на откате. Ну, если её последнее оставлять, то это было бы неприятно. Но это ещё не всё, ребята. Опять обновляются враги. Сначала выношу опять же левую сторону, потому что здесь у нас этот тотемчик стоит. Так, здесь у нас ещё божью коровку справа. Не забываем периодически по откату скилла спамить. Здесь можно бомбами себе помогать. С бомбами единственное, что неудобно, ты иногда их не успеваешь взять, кинуть. Но как бы это не всегда получается. Хорошо. Иногда получается, иногда не получается. Вот сейчас получилось. Так, и здесь, ребята, тоже, наверное, бомбами помогаем. Знаете, здесь прикольно сделали. То есть, если у вас мало ДПСа у самого персонажа, то вы можете этот уровень пройти благодаря бомбам, потому что у них ДПС нормальный. Но если у вас ДПСер, то вы как бы справитесь своими силами. Вроде всё, справляемся. У нас ещё... Ну, у нас время почти не остаётся, ребята. Одна секунда... Эм... Да. Я даже, знаете, я даже из этой ситуации сделал демотиватор для нашей группы ВКонтакте. Ссылку на неё оставлю в описании. Обязательно проходите, подписывайтесь. У нас здесь много интересного. Есть, конечно, в основном арты, постим, но и полезную информацию тоже. Например, требования к повышению уровня Стражника расписаны. Для какого уровня Стражника, может быть, вы не знали, но вы не сможете качнуть 200 уровень, если у вас нету 12 разных уникальных героев, и два из них должны иметь минимум два лимитбрейка. Вот такие вот как бы требования. И чем дальше уровень Стражника, тем больше тут всяких разных требований. Или, допустим, ну есть тут прикольные комиксы всякие у нас. А есть, например, свежую мету выкладываем постоянно. Того, что у нас творится на корейских серверах. И какие герои сейчас у нас в почёте. Есть полезные посты, которые рассказывают о том, как себя, какие персонажи ведут на арене. И как эти их особенности можно использовать. В общем, ребята, ссылочку я оставлю в комментариях. Обязательно проходите, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. И подписывайтесь на наш фан-дискорд. Там у нас довольно живое общение всегда. 1500 с лишним участников. И, ну, если есть какие-то вопросы по игре, всегда можете забежать, спросить. Там ребята опытные подскажут. Ну, а что касается этого уровня, не буду показывать вам второй раз, как я его проходил. Просто, видите, я его всё-таки прошёл. И запас по времени даже такой приличный остался. Хотя я там тоже много фейлил. То бомбу не мог взять нормально кинуть. То ещё что-то. Но вроде справился нормально. На очереди 20 уровень. Всё, что было между 15 и 20, опять же, проходилось очень легко с первого раза. Поэтому недостойно вашего внимания. Там уровни такие простенькие, что даже ребёнок справится. Так, блин. Здесь надо вот так, да? Ладно. Это у нас, в общем, каждый 10 уровень, это уровень с боссом, ребят. Чтобы вы понимали. Каждый пятый уровень, это какая-то элитная сложная битва. Здесь нас ждёт босс. И, похоже, босс это наш видоизменённый захватчик. Так, что-то мне уже как-то не по себе. Но я, наверное, сейчас смогу помаленьку, по чуть-чуть отхилиться. Если это, знаете, не попадаться больше на атаки их. Давай, сейчас сбиваем его с ног. А, блин, он не сбился с первой атаки. Чёрт, эти стражники ещё, захватчики постоянно появляются. Причём они появляются, знаете? Они появляются, когда я убиваю последнего, а появляются новые. Может быть, мне, знаете, как вариант... Ладно, я сейчас не буду заморачиваться. Может быть, их можно и всех убить. Но я просто подумал, а что, если я специально буду оставлять только одного захватчика? Вот он один сильно мешать не будет. И одного специально оставлю, а потом буду только на босса. Агриться. Так, вот этого можно убить. Ладно, давай и этого убьём. Да, видите, опять все появляются. Лучше бы не убивал. Чё? Мне кажется, или у меня там всё-таки фулл хп были, и меня тупо ваншотнуло? Ну ладно, я не знаю. Всё фигня, давай заново. Я предлагаю на этот раз просто попробовать, знаете, как... Одного захватчика специально оставлять и не убивать. И сконцентрироваться на боссе. Мне кажется, я сколько их буду убивать, столько будут появляться новые. И они ещё поди будут появляться всё сложнее и сложнее. Просто надо их игнорить. Сейчас мы какую-то часть захватчиков раскидаем, этих мелких, и одного оставим специально. Самого, я не знаю. Так, убегаем. Чё-то я, блин, опростоволосился. Хорошо, что я как раз перед этим уровнем закинул в качалку нашего героя, и поэтому сработал её скилл на пяти звёздах, когда она воскресает после смерти. Так, блин, я чё, захватчика убил? Случайно, нет? Нет, вроде всё... А, да. Да, конечно. Ну ладно. Сейчас мы и это расчистим, ничего страшного. Можно, кстати, было попробовать толстяка оставить, чтобы эти стрелки не накидывали, а толстяк медленно, и от него можно убегать. Да ладно, эти двое на самом деле не сильно мешаются, но всё равно давайте одного попробуем убрать. Одного я сказал убрать. Босс ещё за один удар не станется. Приходится ещё свои скиллы так применять, чтобы это, не дай бог, захватчика не добить. А, всё, смотрите, и как только босса убиваешь, им даже пофиг, все захватчики сразу умирают. Ладно, отлично, это был тоже несложный уровень. На самом деле даже удивляет, насколько раз в этот раз несложные уровни. Мне кажется, в этом плане, наверное, многие люди жаловались на слишком сложные уровни в Башне Света. И мне кажется, разрабы из-за этого, ну, как бы, Башню Тьмы сделали попроще, чтобы всем угодить. Но вряд ли это надолго. Мне кажется, вот сейчас где-то после 20 уровня должно начаться что-то сложное, но 21 уровень не откроет только через 8 часов. Всё, 8 часов прошло, друзья, отправляемся. 21 уровень, посмотрим, как мы там будем справляться. Но, я так понимаю, эти уровни уже для дядь постарше начинаются. Здесь враги 66 уровня, ну, ладно, это терпимо. Правда, то, что Нари мне не нравится. Но это всё, видите, это противники базовые. То есть, ну, как бы, Тьма сильнее, чем база, в этом плане приятно. Потом, наверное, будет так же, как с Башней Света, когда, там, будешь уже приближаться к 40 уровням, там, на каком-нибудь 39, 38 уровне. Мне, скорее всего, нужно будет пачкой Тьмы сражаться с пачкой Света, что будет очень неприятно. Да мне уже неприятно, ребята, у меня вся Тима вылетает. Я не знаю, как я должен это... Я, наверное, должен так же, как с Принцессой, что-то стрейфиться и как-то выживать до скилла. Ой-ой-ой, ребята. Ну да, я, наверное, могу вот так скиллом их всех встанить и потом бить. Если был бы какой-нибудь Огма, конечно, который мог всё агрить на себя, повышать защиту. Ну ладно, пока и так справляемся. Вроде справляемся. Но я не знаю, как я там сейчас со следующей комнатой. Смогу ли я вот так же справляться в одиночку или нет. Да, уже нифига не просто. Но у меня, видите, у меня ещё герои. Ну ладно. Вот только этот герой у меня с пробуждением, все остальные без пробуждения, поэтому они очень быстро погибли. У них, конечно, там есть более-менее бижутерия с других персонажей, пушки более-менее. Но это всё, что у них есть. Герой без пробуждения, это, знаете, это не герой. Да, ну я даже не знаю, ребят. Я тут пытаюсь аккуратненько, чтобы, это, на скилл не попадаться. Меня никто не ограничивает по времени. Ну такое ощущение, что я их просто не пробиваю. Они отхиливаются. Видите, я их только за... Ну, с другой стороны, у них же это... У них ограниченное количество хилов. Они рано или поздно просто закончатся. Да, в этом плане, как бы, ничего страшного. Ну, точнее, когда мы играем... Когда мы играем за этого хилера, у неё ограниченное количество хилов. Я не знаю, как насчёт ботов. Может быть, у ботов они будут бесконечные хилы, просто ограниченные частотой применения. Хотя, вроде, она уже, да, не хилит. Ладно, нормально, мы справились. В какой-то момент я думал, что если у них будут бесконечные хилы, то я тут просто не смогу их пробить. Но, вроде, всё ок. Так, ну и это ещё не последняя комната. Там Нари, и там сверху кто-то есть. Мне надо на низ убежать и туда вверх бомбить. Блин, а вот от этой Нари будет сложно уворачиваться. И здесь ещё герой, который использует скил. Это вообще неприятно. Если он меня цепанёт на свой скил, то я могу сразу отлететь. Блин, ребята, я почти отлетаю. У меня почти нет хп. Господи. Я ещё жив. Я ещё жив. Я ещё жив. Короче, у этого рыцаря примерно такой же откат скилла, как у меня. Так что мне надо, знаете, я не знаю, вот... Он, когда ко мне приближается, он делает скилл. Я убегаю, да, чтобы на скилл не попасться. Потом бью. Потом, когда у меня откат, тогда и у него примерно откат. Вот сейчас он свой скилл захочет заюзать. Так, ну, вроде мы дистанцию сдержали. Он нас не сбил. Кроме рыцаря никого не осталось. Слава богу. Так, сейчас у него тоже откат будет. Нет, смотрите, нормально. Мы его первые застанели. Вот сейчас он скилл применяет. Мы уходим, да? Пока живём. Опс, надо уходить. Сейчас он скилл будет юзать. Надо мимо пробежать. Всё, отлично. У меня ещё главный посох даёт это... Активирует врагов на раны. А мой скилл родной, но я не помню. Он там то ли савио, то ли сазбит начинается. Поэтому я даже не могу скилл Карина применить с этим посохом. Но уж лучше с этим посохом, потому что он матёрый. Так, сейчас опасно. Всё, отлично. Осталось добить, наверное, уже товарища. Фух, ну, ребята, начались приключения. Я думаю, далеко я уже не уйду. Мне кажется, я даже до 25 уровня, наверное, не дойду с такими... Ну, с такими приключениями. Если честно, уже не охота там как бы так стараться прямо сильно, как это было с Башней Света. Награда за этот уровень крайне приятная. Всё равно хорошо, что я его прошёл. Звёздный кусок. А вот дальше у нас просто золото. Итак, ребят, 22 уровень. Здесь у нас, похоже, уровень с таймером будет. Время тикает. Надо поторопиться. Так, ну, пока вроде легко идёт. А, смотрите, я им почти урона не наношу. Я, похоже, только скиллами более-менее дамажу, да? Наверное, это такой уровень, типа, знаете, как в рифте. Есть специальный рифт, который можно проходить только скиллами. Это, похоже, что-то подобное. Так, здесь, наверное, сразу бежать. У меня с ХП всё в порядке. Так, здесь враги сверху. Но этот уровень, в принципе, выглядит простеньким. Здесь, правда, таймер тикает, но враги довольно легко отмирают. И нету такого, как в предыдущем уровне, что у нас вся команда погибает, а ты одним героем бегаешь. А этому как урон. Он вообще почти не получает даже от навыков цепи. Мы, походу, не успеем, блин. Я не знаю, как с этим справляться. Такое ощущение, ребят, что здесь наши полномочия всё на этом уровне. Ну, не знаю, ребят. У меня такое ощущение, что я сейчас просто упираюсь в свой ДПС. Но я сейчас попробовал пати переделать. То есть я делал всем карты на атаку. И главным героем поставил Шапиру, чтобы у нас работал навык цепи полностью. То есть там Авиа сбит, сбит ранен, потом у нас Грэмори и потом опять Юзы. Но так вообще не пошло. Я даже до финального босса не дошёл, потому что вот она своим навыкам вообще не цепляла. То есть мне здесь надо играть именно от Карины. Карина своей пушкой у нас начинает цепь с ранен. То есть после Карины пойдёт у нас, получается, Грэмори. А потом либо Шапиры, либо Юзы на выбор. То есть, ну, как бы такая неполная сеть. Но это лучше, чем ничего. Но мне кажется, вот на этом уровне, скорее всего, я уже и приплыл чисто по ДПСу. Я его, типа, не прохожу. Очень жаль. Они, как бы, вот разрабы именно для меня здесь стоп-барьер поставили в виде вот этого таймера. Что, типа, ты не пройдёшь, если у тебя нету ДПС. А ДПСа у меня нету. Но я тут попробовал сейчас ещё, знаете, что... Да, давайте я уже сразу переиграю. А чё, я ещё тут кого-то не задел. Да. Здесь надо как-то, видите, сразу стараться начинать с самого первого уровня. Чтобы задевать всех скиллом. Потому что обычными атаками ты здесь не дамаж. Здесь ты и дамаж именно скиллом. Посмотрел на ютюбчики, да, там, когда, там, арабы или у кого прокачаны, они, как бы, нормально проходят. Но мне чисто не хватает ДПСа. Вот так, бьём издалека, чтобы всех задеть. Здесь как-нибудь вот так, издалека тоже, чтобы всех задеть. По откату прямо стараемся свой скилл закидывать. Нам здесь нужно как можно быстрее. Здесь тоже все углы, как, знаете, как гонщики, срезать быстрее. У нас таймер тикает, не забываем. Минута всего. Из дальнего конца комнаты бьём, наверняка, чтобы всех задеть. Пока что нормально, вроде, более-менее идём. Но клоун, клоун слишком живучий. Успеем, может быть? Не, нифига, по-моему, нифига мы не успеем. Даже не близко. Я не помню, сколько секунд там эту тумбу двигать. Но там несколько секунд только на саму тумбу надо потратить. Короче, ребят, похоже на это мои полномочия всё. Здесь нужны более прокачанные герои. Здесь нужны... Ну, знаете, в принципе, да я даже не знаю. Ну, если бы я сейчас там подзаморочился, пробуждение всем прокачал, начал бы в рифте загонять героев без конца, чтобы им, ну, там, ну, может не до 5 звёзд, но хотя бы 4 звезды всем поднять, прошёл бы я этот уровень или нет. Если честно, мне как бы... Я, понимаете, я забил на эту башню изначально. Из-за того, что у меня нету уникальных героев тьмы. То есть у меня нету ни Арабель, ни Огмы, ни вот этого нового героя, никого. И поэтому я решил, ну, без Огмы... После того, как я поиграл в башню света, я понял, что в башне тьмы мне делать нечего без хороших героев. Ну, так там, только вот начальные уровни пройти. Я думаю, на этом я на самом деле и ограничусь. И я изначально, то есть у меня было время, я мог специально такой, так, у нас следующая башня будет башней тьмы. Дай-ка я начну качать героев тьмы уже прямо сейчас. Я мог бы в рифт ходить для героев тьмы. Я мог бы, ну, как бы подкачивать, в принципе, свою пачку, какая есть, но всё равно подкачивать. Но я решил, что нет. Я не буду сейчас, как бы, упарываться ради башни тьмы. Я лучше... Вот прямо сейчас я, как бы, сбросил принцессу, да, чтобы поставить Карину в качалку. И прямо сейчас я уже начал качать принцессу. Я сейчас прохожу без конца рифт, который связан с жетонами на принцессу. Мне очень жалко, что когда был ивент, где давали жетоны принцессы, я одну позицию не забрал. Хотя я мог забрать, если бы раньше очухался и потратил бы, ну, дважды слил по 300 алмазиков. То я бы успел ещё забрать ещё, там, 30, то ли 20 жетонов на принцессу давали. Но теперь вот каждый день хожу, там, по 20 с лишним, там, в районе 30 жетончиков получаю. Итого, для улучшения героя мне там нужно, по-моему, порядка 600, да? Если я не ошибаюсь. Да, 600 мне надо. По 30 в день. Это, ребята, это почти месяц, чтобы мне её прокачать понадобится. Ну, не месяц, меньше, там, да. Где-то, знаете, где-то, наверное, в районе трёх недель мне на это понадобится. Может быть, там, две с половиной недели с учётом почты. Ну, и, конечно же, ещё пробуждение будем на неё качать тут. У меня тоже маленько заканчиваются жетончики здоровья. Со всеми остальными жетонами более-менее как-то ещё туда-сюда. А вот жетонов здоровья что-то мне не хватает. Я, кстати, знаете, ребята, ещё когда я проходил башню света, я хотел максимально повысить свою мощь, потому что мне там казалось, что мне где-то чуть-чуть не хватает силушки, чтобы пройти тот или иной уровень. И я хотел выжать мощь отовсюду, откуда можно. И помимо этого, там ещё шёл призыв на гарамы. И мне очень хотелось гарамы этого всё-таки призвать. И я старался алмазы наскрести отовсюду, откуда можно. И совмещая эти две цели, я знаете, что делал? Я брал предметы всякие разные. Ну, допустим, вот у меня там Юджин использует двуручный меч. И я открывал все двуручные мечи, какие мог. Вот именно, понимаете, вот эти вот синие предметы и вот эти серые предметы, то есть они не выпадают при рандомном развитии. То есть при рандомном развитии вам не может выпасть трёхзвёздный серый предмет. Или трёхзвёздный синий предмет. Или четырёхзвёздный синий предмет. То есть если вы используете рандомное развитие, и вы развиваете предмет с двух до трёхзвёзд, вам в любом случае будут падать только вот эти вот уже коричневые предметы. А вот эти синие на три и на четыре звезды, и вот эти серые на три звезды, вы просто так не получите. Их можно получить только именно если брать вот такой предмет двух звёзд, и самостоятельно усиливать его до трёх звёзд. Или там если брать вот такой предмет двух звёзд, и улучшать его до трёх звёзд, и до четырёх звёзд. На это всё тратится куча золота, конечно. Но каждый прокачанный предмет добавляет вам 0,1% к урону. Но это не так, чтобы много. Но плюс ещё за каждый вот этот открытый предмет, сам по себе, вам дают алмазы. И я помню, я тогда прошёлся, я прямо там двуручные мечи прокачал, посохи, ну, как бы полезно аксессуары прокачать, потому что аксессуары носят абсолютно все герои. Щиты подкачал. И за всё это, ну, конечно, прилетело много алмазов, ну, а также у меня появилось много предметов, прокачанных искусственно до четырёх звёзд. И я их потом комбинировал. У меня забился полностью рюкзак, и я делал много рандомных развитий. Но, правда, вышло... Ну, вот сами посмотрите, что из этого вышло. Вообще, в принципе, при каждом таком развитии есть шанс, что выпадет зелёное именное оружие персонажа. Но выпало вот мне первый жёлтый посох. Второй раз мне выпал обычный меч. Третий раз мне выпал... Жёлтая пушка, но она мне не особо нужна. И вот в четвёртый раз выпал дробовик. И была ещё одна попытка, я её даже не заскриншотил, но в целом мне не выпало ничего интересного. Даже вот эти жёлтые предметы, которые мне выпали, может быть, кто-то подумает, вау, круто, жёлтая вещь на пять звёзд. Но на самом деле у меня эти вещи уже были, и они мне даже, как бы, для коллекции не нужны. А, ну ещё, ребят, смотрите, у меня... Что хотел сказать? Когда я докачаю её до максимального пробуждения, у меня есть ещё 900 косичек. Я смогу ей сразу лимитбрейк врубить максимальной принцессе. И тогда у меня качалка прокачается. Она уже сможет порождать героев с максимальным лимитбрейком сама по себе. То есть я смогу даже ту же самую Карину, с которой я сейчас мучился 69 уровня, загнать в качалку, и она будет у меня 74 уровня. И уже будет даже проще тот же самый предыдущий уровень проходить с максимальным лимитбрейком. Но вряд ли. Я бы мог, в принципе, как бы ещё попробовать поролить нового героя Тьмы, и с ним, может быть, было бы попроще пройти этот уровень. Но опять же, ребят, ну не знаю, вот просто неохота этим заниматься, и даже как-то ролить нового героя почему-то мне не сильно хочется, мне охота оставить алмазы, которые у меня есть сейчас до следующего обновления, и попробовать призвать помощницу Санты. Это герой, который появится после обновы. Если кто не видел, я об этом подробно рассказывал в своём другом видео, что будет в следующем обновлении. Кто не видел, обязательно посмотрите. Вот здесь сейчас в правом верхнем углу должна будет появиться всплывашка. Ну а пока что, пока что, я думаю, мы забьём на Башню Тьмы, и не буду её проходить. Буду ждать следующей обновы, тем более там за каждый призыв будут гарантированно давать ещё мили. Сейчас дают монетки, конечно, за них, если повезёт, тоже можно получить мили или что-нибудь интересное, но это только если повезёт. Везение это такое себе, со мной обычно не связано. Ну ладно, ребят, на этом у меня всё. С вами был 11-11. Если вам понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!